Добрый вечер в эфире 12 канала. Итоговый выпуск новостей в студии Константин Лондон. Главное сегодня. Первые кадры после нападения. Новые подробности ЧП, когда собака вцепилась в лицо школьнику. Аграрии считают дни, как проходит уборочная кампания и не останется ли регион без хлеба. На оглашении приговора оказался не таким резвым, как на дороге. Сашечка. Убил человека. Убил он ее. Убил. Убил нас ведь все. Какой вердикт суд вынес виновнику смертельного ДТП? Почему водитель покинул место аварии, а явка с повинной не стала смягчающим обстоятельством? Снести нельзя помиловать. Казалось бы, стадион – идеальное место для того, чтобы заниматься спортом. Жители микрорайона Первокирпичный вступились за стадион «Сокол». Почему сооружение необходимо снести и есть ли решение, которое устроит всех? Омск. Ты просто космос. Чем, кроме своих научных достижений, а мечи будут удивлять на международной выставке ВДНХ? За террор всероссийского масштаба – реальное заключение. Советский районный суд поставил точку в уголовном деле бывшего школьника, который держал в страхе едва ли не всю страну. Амича признали виновным в волне лжеминирования, которое захлестнуло не только наш город, но и другие регионы России. Подросток рассылал в социальные учреждения электронные письма с угрозами. В здании – бомба. Саперы выезжали на место, но взрывчатку не находили. А когда лжеподрывник попался, заявил, таким способом мстил обижавшим его одноклассницам. Письма о смерти подписывал именами их отцов. Уже в зале суда горе-шутник извинился за плохое чувство юмора и хвастался успехами в учебе. Плюсом давил на жалость. Рассказал, как трудно приходится его семье. В итоге Сергею Михелю назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. 12 канал сегодня получил в распоряжении эксклюзивные кадры нападения собаки на ребенка, которое произошло в нефтяниках. По факту происшествия полиция уже завела уголовное дело. Сегодня стали известны новые подробности ЧП. Напомним, пес буквально вцепился в лицо мальчику. У школьника также диагностированы раны плеча. Как оказалось, собака не бездомная. Хозяйку уже допросила полиция. Почему домашний питомец мог проявить агрессию? Также эксклюзивные кадры с места происшествия в репортаже наших корреспондентов. Подросток на кадрах явно находится в шоке. Он вытирает с лица кровь и пытается прикрыть рану на руке. Буквально несколько минут назад на него напала собака. Домашняя на поводке, но, к несчастью, без намордника. Ребята не могли подумать, что обычная прогулка в итоге обернется больницей. Поэтому смело подошли к псу и решили погладить. Но внезапно животное набросилось на одного из них. Нападение произошло здесь, недалеко от детской площадки. Оттащить агрессивное животное хозяйке сразу не удалось. И когда это наконец получилось, женщина даже не попыталась оказать помощь раненому и испуганному ребенку. Вот эти кадры. Первые домой за помощью бегут ребята. А следом за ними, как ни в чем не бывало, неспешно шагает хозяйка с собакой. Происшествие сразу вызвало широкий резонанс. Мэр города Сергей Шелест поручил провести проверку. Полицейские нашли владелицу собаки уже на следующий день. Женщина рассказала свою версию событий. Я их два раза буду делать. Не надо. Один мальчишка-то отошел, а тот что-то к нему нагнулся. Но этому не понравилось, потому что он на него наскочил. В отношении хозяйки собаки уже возбуждено уголовное дело. Подросток же сейчас находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Между тем, городские власти напомнили о мечам, что с приходом холодов обостряется ситуация и с бездомными животными, которые также могут проявлять агрессию. В случае реальной угрозы или нападения необходимо подать заявку на отлов. Мы стараемся на такие заявки реагировать. В первую очередь реагировать там, где максимальная концентрация безнадорных животных, которые зачастую образуют стаи определенные. Каждую дворнягу во время отлова фотографируют и записывают данные о ней в специальный паспорт. Всех собак вакцинируют, чипируют, стерилизуют и отпускают. Но если животное хоть раз проявило агрессию, то оно останется жить в приюте навсегда. Анастасия Донец, Андрей Кузьмин, 12 канал. К другим темам. В Омской области хлеборобы уже намолотили больше 2 миллионов тонн зерна. На сегодня переработано порядка 93% уборочных площадей. Сегодня аграрии собрали практически весь урожай. На парях осталось всего несколько культур. Также сельхозпроизводители убрали свыше 380 тысяч тонн картофеля и больше 71 тысяч тонн овощей. Завершить уборочную планируют в ближайшее время. О спортивном прошлом напоминают только руины, но с этим согласны не все. Некогда популярный стадион в Амуре долгие годы пребывает в запустении. Его судьба уже практически решена. Наследие Советского Союза в первокерпичном собираются снести. Однако местные жители против и просят, чтобы спортивный комплекс восстановили. Ведь это единственный стадион на весь микрорайон. Есть ли решение, которое устроит всех, разбиралась Анастасия Вишова. Футбольное поле, заросшее травой от трибун для болельщиков, остались лишь бетонные блоки и ржавые перила, и ворота, которые точно не выстоят даже один матч. Казалось бы, место, которое стоит обходить стороной, вот только местные жители встали на защиту стадиона «Сокол». Люди рассказывают, для детворы это единственное место, где можно позаниматься спортом. У нас нет такой большой площадки в микрорайоне, чтобы можно было бегать спокойно. Не вдоль дороги по тротуару, а именно стадиона. Катаются на велосипедах, играют в футбол. Людей здесь много, и просто так снести его нельзя. Отсутствие полноценного спортивного объекта в микрорайоне стало главным аргументом в защиту «Сокола». Здесь, хоть и с риском для здоровья, но все же можно прокатиться на велосипеде или погонять мяч. Вот только с наступлением сумерек это место больше подходит для съемок фильмов ужасов, чем для поддержания здорового образа жизни. По вечерам здесь, рассказывают о мяче, собираются маргинальные компании. Подтверждение тому разбитые бутылки на всем стадионе. Здесь раньше два столба стояли по бокам, чтобы можно было сетку вешать для волейбола. Поле дважды горело. Вот здесь вот неподалеку колесо стояло баскетбольное, а теперь его нет. Казалось бы, стадион – идеальное место для того, чтобы заниматься спортом. Однако жители микрорайона приходят сюда для того, чтобы собирать ягоды. Несмотря на удручающее состояние, закрытие стадиона стало для местных жителей настоящим шоком. На турниках мы проводим время в свободное от школы время, часто. Почти каждый вечер выходим после школы, делаем уроки, выходим. В администрации уверены, спортивный объект представляет реальную опасность для спортсменов. В соответствии с выводами экспертизы сооружения имущественного комплекса стадиона «Сокол» находятся в ограниченной работоспособном техническом состоянии. Рекомендован снос данного объекта. В дальнейшем планируется реализация инвестиционного проекта спортивно-физкультурной направленности. А между тем, местные жители тоже активизировались и подали заявки на участие в различных программах благоустройства. За то, чтобы у детей было место, где все дети могли заниматься, чтобы открыли здесь несколько площадок вот таких вот спортивных, чтобы они могли заниматься где-то в футбол, волейбол, ну, различными видами спорта. А значит, совместными усилиями «Сокол» в недалеком будущем сможет вновь стать центром спортивной жизни микрорайона. Анастасия Вишова и Матвея Лемский, 12 канал. В кадровом проекте «Омская область. Продвижение» зарегистрировалось уже больше 5000 человек. Число будущих участников растет с каждым днем. Как отметил глава региона Виталий Хаценко, он уверен, что среди них уже много перспективных управленцев. Победители конкурса включат в резерв руководящих кадров Омской области. Кроме того, они получат миллион рублей на обучение по управленческой тематике. Для участия нужно зайти на официальный сайт продвижение55.рф и ввести свои данные. Далее написать эссей, пройти онлайн-тестирование. На проекте ждут тех, кому от 23 до 55, у кого есть высшее образование и опыт работы. Еще одно условие – участник должен жить, обучаться или трудиться в Омской области. Прием заявок кадрового проекта «Омская область про движение» продлится еще 9 дней. Сегодня стало известно, что стенд нашего региона на международной выставке ВДНХ будет называться «Омск. Ты просто космос». В день Народного единства 4 ноября в Москве все регионы страны представят свои достижения. В центре Омской экспозиции разместится макет ракеты «Ангара». Ведь наш регион – это опора оборонной системы России. Чем будут удивлять еще? Моя коллега Юлия Думанова пообщалась с амичами, которые примут участие в международной выставке. Под микроскоп и начинаем делать. Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко готовится к новому шедевру. Самый маленький макет ракеты «Ангара» в мире. Выполнять работу будет прямо на глазах у публики на выставке ВДНХ. Сейчас я ей должен придумать, какого размера она должна быть. Она должна войти, допустим, вот я беру просто иголочку, вот и в ушко иголки это должно поместиться. Размер микро для такой работы и материал особый. «Ангару» художник планирует сделать из бивня мамонта, который найден на территории Сибири. «Ангара» бренд и гордость Омской области ее собирают именно в нашем регионе. Для России это стратегический объект. Ракета предназначена для запуска спутников и космических кораблей. На выставке гости смогут увидеть ее не только в микроварианте. Самым объемным экспонатом станет интерактивный макет. Посетители смогут даже зайти внутрь. С помощью современных технологий будет создана иллюзия космического полета. Продемонстрируют и другие достижения нашего региона. А еще гости смогут окунуться в атмосферу сибирской культуры и, конечно, попробовать традиционные блюда. На открытом огне и еловых ветках. Мясо лося с сибирскими травами и ягодами. Чтобы найти рецепты, омские повара даже отправились в настоящую экспедицию по районам области. Посетили Муромцево и Большеречья. Общались с местными старожилами, изучали архивы. На выставке ВДНХ представят самое лучшее. Одна из наших фишек – это десерт. Это обалденный таежный десерт на основе картофеля, ряженки и кедровых орехов, которые, я думаю, вообще на повал повалят. Получится очень интересно, очень вкусно. И мы удивим жителей Москвы и других регионов. Представят и пищу духовную масштабная культурная программа. Баттл квартетов народных инструментов. Ансамбль «Тарские ворота Умской филармонии» сразится с коллективом из Иркутской области. Для выставки ВДНХ мячи готовят особенную программу. Сейчас идут репетиции. Для музыкантов, кажется, не существует рамок. Они не боятся экспериментов. Народные инструменты сочетают с русской и зарубежной классикой, эстрадой и роком. Для нас большая честь принимать участие в таком грандиозном событии, в таком значимом мероприятии для Омской области. Поэтому все будет на высшем уровне. Еще гостей ждет симфонический оркестр, свадебный обряд старожилов Омской области, а также спортивные активности. От школы «Шторм» и самого сильного человека страны. А меча Михаила Шевлякова. Открытие выставки 4 ноября в Москве. Стенд нашего региона расположится в 75-м павильоне ВДНХ. Юлия Думанова, Анастасия Донец и Любовь Федорова. 12 канал. И вот какие материалы мы покажем во второй части выпуска. На оглашении приговора оказался не таким резвым, как на дороге. Сашечка. Убил человека. Убил он ее. Убил. Убил нас ведь все. Какой вердикт суд вынес виновнику смертельного ДТП? Почему водитель покинул место аварии, а явка с повинной не стала смягчающим обстоятельством? Осень. Горящая пора. Достаточно небольшой искорки и дуновения ветра. Почему в регионе вырос уровень пожарной опасности и как не допустить распространения огня? Чемпион мира, известный ученый, а теперь и телеведущий. Актерский опыт, он вообще суперэкспириенс. Новый. Омский инженер стал героем нового фильма 12 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Вердикт без смягчающих обстоятельств. Октябрьский районный суд сегодня вынес приговор Лихачу, который буквально снес пенсионерку на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло на улице Хабаровска в мае. Водитель мчал со скоростью больше 100 км в час и даже не попытался притормозить перед зеброй. Итогом грубого нарушения правил дорожного движения стала смерть пешехода. Как оправдывает себя любитель больших скоростей? И что думает о мячей, которых подсудимый лишил жены и матери? Подробности у Ангелины Руновой. Последний акт трагедии в Октябрьском округе. Пенсионер, которого Лихач в одну минуту лишил супруги, выступает с трогательной речью. Рассказывает, как жизнь его семьи на до и после разделила смертельное ДТП. В каждом слове – тоска и печаль. Я хочу подчеркнуть, это была действительно любовь. И мне непросто сейчас выразить свои отношения по всему произошедшему. 18 мая – день трагедии. Водитель немецкого кроссовера мчит по улице Хабаровской в направлении 4-й транспортной. На большой скорости идет на обгон. Игнорирует дорожные знаки и вылетает навстречу. 65-летнюю пенсионерку на «Зебре» водитель люксовой иномарки замечает в последний момент. Автомобиль сбивает амичку. Сильный удар. Женщина переворачивается в воздухе и на несколько метров отлетает от «Зебры». Сашечка! Сашечка! Убил человека. Убил он ее? Убил. Убил нас ведь все. Виновник ДТП спешит к жертве. А когда убеждается в том, что пенсионерка мертва, сбегает с места ЧП. Теперь уже в зале суда заявляет. Заботился о впечатлительной пассажирке. Когда человек говорит, что сейчас увези меня отсюда. Я реально в тот момент опасался за ее жизнь и поверил словам. Решил, просил обустили в больницу или в аптеку для отменятия препаратов. И хотя через пару часов после трагедии виновник добровольно сдался полиции, смягчающим обстоятельством это все же не стало. Установлено на скамье подсудимых злостный нарушитель. Водитель кроссовера и прежде пренебрегал правилами дорожного движения. За последние полтора года больше десяти раз привлекался к административной ответственности, в том числе из-за оставления места ДТП. Это социально опасный элемент. Таких людей нужно изолировать от общества. Прокурор с претензиями вдовца согласилась и потребовала отправить виновника смертельной аварии в тюрьму на семь лет. Но суд распорядился иначе. Вердикт – пять лет колонии общего режима. Под стражу лихача берут в зале суда. У ОМИЧа 15 суток, чтобы подать апелляцию и попытаться обжаловать приговор. Также он должен выплатить супругу погибшей пенсионерки 1 миллион 700 тысяч рублей. Ангелина Рунова, Владислав Осинцев, 12 канал. Примерили кресло министров в рамках всероссийской акции. Первые в профессии омские школьники побывали в здании регионального правительства. Таким образом, ребята смогли лично познакомиться с работой государственных органов власти. Они посетили зал заседаний, конференц-зал, ситуационный центр, зал переговоров. Осмотрели галерею губернаторов и почетных граждан Омской области. Экскурсию для ребят провела министр региональной политики и массовых коммуникаций Анастасия Терпугова. Организатор мероприятия Омска – отделение движения первых. Отмечу, что также школьники посещают различные предприятия и даже участвуют в профессиональных пробах. Мне очень нравится возможность познакомиться поближе с разными профессиями, потому что, может быть, это изменить мой выбор в будущем. Ребятам предоставляется возможность узнать поближе с профессиями в Омской области, познакомиться с этими направлениями, ну и определиться в будущем с выбором профессии. G-Drive Arena – проект северного обхода, признанный лучшими в стране. Они стали лауреатами премии инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства. О столь высокой оценке омских объектов сообщил глава региона Виталий Хаценко. Так, объем инвестиций в строительство новой автомобильной магистрали оценивается более чем в 63 миллиарда рублей. Ну а в спортивный комплекс вложили 12 миллиардов. Отмечу, что Омская область вошла в тройку регионов страны по уровню развития государственно-частного партнерства. С приходом холодов в регионе наступает пожароопасный период. В разы вырастает риск возгорания жилых домов и построек. Особенно напряженная ситуация в частном секторе, где нередко неисправны печи и проводка. В горячее время у сотрудников МЧС они ежедневно выходят в рейды. В центре внимания неблагополучные многодетные семьи. Репортаж Екатерина Лисовик. Вера, которая горела. А, рядышком, да? Да. Вот, не соблюдала требования пожарной безопасности. Особое внимание у спасателей сегодня к пенсионерам и многодетным семьям. Именно они в зоне риска. А вот только Любовь Александровна сама может дать фору в вопросах безопасности даже пожарному. В прошлом году лично наблюдала за тем, как дом соседки сгорает на глазах. С тех пор внимательно следит за собственным жилищем. Ведь огонь ошибок не прощает. Атолиген наводит порядок на приусадебном участке. Сейчас это происходит из-за того, что сожгли эту листву. Отвернулись, она улетела. Отдем, вон, вон, я здесь. Чтобы лучше подготовить жителей к пожароопасному периоду, в частный сектор с профилактическими визитами ежедневно приходят сотрудники МЧС. На своем земельном участке перед зимой необходимо подготовить к следующему сезону. То есть выбирать весь сухостой, ввести его на мусор, чтобы было все чистое. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печь, почистить дымоходы, посмотреть целостность дымохода. Они обычно белят белой краской, чтобы было видно, где прогары, чтобы можно было устранить это. Также посмотреть на наличие притопочного листа перед печью. Многие мечи уже отказались от печи и немного себя обезопасили, но человеческий фактор отменять нельзя. Сейчас практически во всех домах проведено газовое отопление, но случится может что угодно. Достаточно небольшой искорки и дуновения ветра, чтобы свалка загорелась и разнесла огонь по участкам. Сотрудник стучится в каждую дверь и проводит беседу. А если дома никого нет, то оставляет памятку, где прописаны все номера и инструкция при возгорании. Рейд проводим по пожарной профилактике. Соблюдайте меры пожарной безопасности. Если вы знаете, когда звоните в случае пожара, то это скорая. Скорая. А пожарная? Милиция пожарная? Вот все верно. Или 112, единый номер. А между тем статистика по пожарам каждый год увеличивается. К примеру, только в Ленинском округе в этом году произошло более 400 возгораний, поэтому такие рейды с наступлением холодов будут проходить все чаще. Также спасатели рекомендуют установить пожарные извещатели. Они громким сигналом разбудят, если возгорание начнется ночью. Екатерина Лисовика, Виктор Осинцев, 12 канал. Уникальные кадры реликтового бора, куда почти не ступала нога человека. Невыдуманные истории бывалых охотников, которые сами живут в тайге вот уже около четверти века. Чтобы показать и рассказать, что все, что отсняли и узнали авторы программы, местные жители на Северевомской области, продолжительность нового выпуска пришлось увеличить до целого часа. То есть вы здесь уже прикипели, прижились, вы вообще даже и мысли такой не держите, что где-то жить в другом месте не представляете? Ну, я тут шаг сделал я на земле. Тут, можно сказать, уже все это не то, что мое. Как вы себя здесь бесстрашно чувствуете? Абсолютно. А что в качестве самообороны, так скажем? Зачем? От кого? Богатый материал наши коллеги привезли из Тарского района. Героями передачи стали отец и сын Медведевы, которые посвятили себя служению природе. Поселились они прямо в охотхозяйстве, которое появилось еще в советское время. Охраной животного мира занимается и по сей день. Здесь водятся кабаны, лоси, моралы, медведи, волки, лисы, глухари. Не пропустите новый выпуск программы «Местные жители» с Оксаной Савочкиной завтра в 11 часов 15 минут на 12 канале. Научный эксперимент под прицелом телекамер. Авторы нового проекта нашего медиахолдинга «Солнце Сибири» приступили к съемкам. Запечатлели установку умных солнечных панелей. Это разработка инженера Тимура Литовского. Выпускник Омского политеха заявил, что сможет увеличить эффективность выработки солнечной энергии. Для этого он придумал устройство, которое следит за солнцем 24 на 7. Подробности в сюжете Юлии Комаровой. Инженер Тимур Олитовский ко всему подходит с научной точки зрения. Досконально изучает причинно-следственные связи своих реплик в сценарии. У нас вообще кадр с чего будет начинаться? С космоса. С космоса. По картинке космос. Вжук-вжук. И ты появляешься в виртуальном вот этом. Ты говорю, можешь на... А, то есть я такой типа «уоу». Да? Чуть-чуть. Ну не то, что «уоу», ты не первый раз, ты уже тестил эту всю тему. Фух, ага. Ведущий и телегерой одновременно станет проводником для зрителей из мира реальности в виртуальной. Авторы создают девушку 3D-модель с помощью диджитал-технологий, с которой и будет общаться инженер. Документальные эпизоды проекта снимаются без предварительной раскадровки. Здесь важна правда жизни. На одном из предприятий «Омска» Тимур устанавливает свой опытный образец солнечных панелей с поворотным механизмом. Она еще и вот так ходит, да? Смотри. Ага. Так это нормально, это же движущаяся часть. Заняться всерьез солнечной энергетикой Тимур решил в 2020 году, когда он завершил профессиональную спортивную карьеру. Теперь двукратный чемпион мира по аэробной гимнастике наматывает километры вокруг своей авторской разработки. Панели этой установки могут ловить солнечные лучи круглосуточно. Наша установка, она может вырабатывать летом энергию уже с 6 утра. За счет того, что как только солнце как бы встало, она уже его видит, поворачивается на него и начинает, собственно, вырабатывать энергию. Таким образом, в совокупности у нас общая выработка там суточная может превышать 55%. Очень здорово, что мы успели снять тот процесс, когда он занимается непосредственно своей установкой, будет проводить эксперимент в течение полугода. И мне кажется, для нас, как для журналистов, большая удача понаблюдать за этим процессом. Он будет проверять эффективность. Рядом будут стоять обычные солнечные панели и панели с поворотным механизмом, который придумал Тимур. Насколько удачным окажется эксперимент, зрители узнают уже в марте. Научно-популярный проект «Солнце Сибири» реализуется на средства гранта президентского фонда культурных инициатив. Юлия Комарова, Наталья Смага, Матвей Олемский, Ольга Сокова, 12 канал. Аллея Омская Сакура появилась у парка «Вокруг света». Десять декоративных крупномерных деревьев высадили в рамках акции «Бумага на дерево», которая проходила в городе с августа по сентябрь. Организаторы партии «Новые люди» проводили эко-праздники, где взрослые дети приносили макулатуру. Также по поручению главы региона Виталия Хаценко в акции приняли участие и Министерство природы и спорта, которые в течение месяца собирали бумагу в своих ведомствах. Всего удалось собрать более трех тонн макулатуры, которую сдали на переработку, а на вырученные средства приобрели саженцы. Уже весной яблони зацветут и украсят зону парка. Весной мы опять высадим деревья и обязательно пригласим к этому мечей, чтобы они и место определили, и сами поучаствовали. Также продолжим проводить наши эко-праздники, потому что мы увидели, что это и детям откликается, и взрослым. У нас получается собрать хорошее количество макулатуры, которые потом мы можем конвертировать в конкретные саженцы и помогать тем самым экологии нашего города. Нам очень приятно, что в данной акции приняло участие более тысячи детей. Нам удается сделать город немного экологичней и посадить такие прекрасные высокие пурпурные яблони, которые будут радовать глаз наших жителей. И последнее. Малыши кенгуру из Большереченского зоопарка получили имена. Напомню, ранее работники объявили конкурс и предложили выбрать клички для новых жителей. Победителям полагается два пригласительных в зоопарк и питомец, которого можно взять домой – Белкодегу или Джунгарский хомячок. В итоге кенгурят назовут Юнона и Авось. Отмечу, что питомцев семейства сумчатых доставили в Большереченский зоопарк из Новосибирска. В скором времени для них обустроят отдельный вольер. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра, 11 октября, в Омске облачно. Ночная температура 9-10 градусов со знаком «плюс». Температура воздуха днем плюс 9-12. В районах переменная облачность. Ночью плюс 8-9. Дневная температура 8-11 градусов выше нуля. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра артутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин